Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня совсем кратко, без графиков, расскажу свои соображения по рынку. Соответственно, с вами разберем, чего стоит ожидать от биткоина, от альткоинов. Также дам довольно интересный альткоин, который сейчас показывает, что, в принципе, есть смысл в него входить. Сами знаете, что шиткоины я не рассматриваю, поэтому приятного вам просмотра. Не забывайте подписываться на канал. Да, кстати, спасибо вам огромное, нас уже больше 12 тысяч человек. И это, блин, круто. Сложно, но круто. Да, я не выпускаю слишком часто ролики, но, кстати, хочу вам напомнить то, что у меня есть группа с ежедневными обзорами, форму на нее вы найдете ниже. Там я ежедневно разбираю ситуацию по крипторынку, и это не стоит каких-то овербабок. Ладно, по биткоину. Смотрите, сейчас довольно важный момент. Мы с вами должны понимать, что вообще происходит на рынке. А на рынке происходит следующее. У нас выкупаются уровни, минимальная волатильность, минимальные объемы. Чтобы вы понимали, мы уже неделю держим уровень 11100-11700. Думаю, ни для кого не открыть, что важное сопротивление у нас находится на уровне 12200 долларов. Соответственно, то, что мы у этого уровня торгуемся, это уже очень круто. То, что мы не ушли на коррекцию, это довольно неплохой показатель для дальнейших движений по рынку. В прошлом выпуске я, соответственно, обозначал то, что вот мы дошли до уровня. Я как раз где-то на уровне 11700-12000 проводил прошлый выпуск. Говорил, что возможно, что нас будут трясти до 11100-11300. Но последующий выход среднесрочный. Все равно я вижу за 12000. Причина здесь довольно простая. Уровни дико откупают. Ну, поймите, нет смысла набирать позицию. А сейчас явно набирается позиция. Это абсолютно не похоже на распределение. И поймите, нет никакого смысла крупному игроку набирать позицию, если его цель не выше 12000 долларов. А позиции набираются на огромные суммы. Если бы мы с вами рассматривали стандартный коррекционный сетап, то, во-первых, если бы мы с вами, в принципе, глобально рассматривали стандартный коррекционный сетап, мы были бы с вами уже на уровне 6-7000 долларов. Это раз. Не надо забывать то, что у нас откупалось 9000 долларов безумно. 10000 долларов, 11000 долларов. Все эти зоны очень хорошо откупались. Это не коим образом не похоже на стандартную подготовку к коррекции. Это похоже на фазу накопления. Если есть фаза накопления, значит, фазу распределения стоит ждать выше. Мои соображения тут такие. Плюс я хотел бы, чтобы вы обязательно учитывали тот момент, то, что постоянно идет срыв стопов лонгистов. То есть, все лонгисты, которые тоже набирают позиции и ставят короткие стопы, очень часто их сносят. При этом мы остаемся внутри канала. Это еще один такой довольно важный пункт за то, что у нас будет с вами продолжаться восходящее движение более глобально. Если рассматривать ситуацию более локально, сейчас мы с вами находимся у довольно неплохой поддержки. Это уровень там, ну мы сейчас торгуемся 11200, наверное, 11300. 11300 мы сейчас торгуемся. Поддержка у нас, 11300 это поддержка, но она слабее, чем 1100. 11100 это все-таки уже более глобальная поддержка, потому что у нас есть среднесрочный восходящий тренд. И как раз до уровня 11100, ну вот мы поставили ограничение убытков, когда набирали с 9200-9400, плюс я давал точку входа на 10200, если я не ошибаюсь. А сейчас ограничение убытка по этим сделкам стоит у нас на уровне 10900 долларов. Но реальная поддержка для того, чтобы у нас не ломался среднесрочный аптренд, это плюс-минус 11100. Плюс надо учитывать, какие там стоят стенки по тому же ЦЭКСу. То есть ЦЭКС это почему показатель биржи? То есть если на Бинансе, например, у нас идут вот эти манипуляции, то на ЦЭКС просто доходят боты, которые ставят эти стенки. На уровне 11100 у нас уже в данный момент довольно неплохой покупатель. И это еще я хочу обратить ваше внимание, это мы не видим скрытые ордера. То есть, например, я довольно часто, ну все время, считайте, смотрю, наблюдаю за графиком, и когда мы подходим к каким-то там ключевым уровням, к которым маркетмейкеру не надо, чтобы пробивалось, резко вылетают из ниоткуда ордера там по 10 миллионов долларов. Быстро это все откупается, сразу не дают пробивать. И здесь мы можем обращать внимание на то, что мои рассуждения, они вполне логичны. Какой смысл откупать эти уровни, если у нас более глобально идет ситуация там на снижение? Нет никакого смысла. И значит, что сейчас по логике? А. Надо набирать позицию по биткоину. Б. Набирать позицию по альткоинам, потому что их тоже довольно неплохо держат. И в принципе сейчас можно сказать, что с наибольшей вероятностью стоит ожидать от активов роста. По крайней мере, я считаю, что на рынке мы сейчас наблюдаем не более чем вытряхивание. Что касается набора альты. Соответственно, смотрите, я давал рипл. Набор по риплу до сих пор актуален. Ограничение убытков там надо поставить под линию стопов. Это где-то 28 центов, потому что пробой 28 центов. Но это уже будет серьезный откат ниже. Но ситуация, опять же, не выглядит таким образом и выглядит как фаза накопления. Поэтому я считаю, что данная сделка в соотношении риск-прибыль довольно оправданная. Также я вот давал в своей группе довольно неплохо смотрится Zcash. Если его открыть на недельных таймфреймах, там действительно напрашивается конкретная коррекция вверх. И даже сейчас набор там, смотрите, у него сейчас стоимость плюс-минус 56 долларов. Объективное дно, ну там в районе полтинника. То есть 6 долларов разница. А возможность у него прострела до 110. То есть, ну соотношение риск-прибыль очень неплохое. Поэтому я бы на вашем месте, если у вас сейчас есть свободный фиат, рассмотрел бы в том числе набор в портфеле Zcash. Плюс у него там фундаментально какие-то новости. Да, этот хардфорк, это полная херня, но по крайней мере об активе начнут говорить. Уже отбрасываем тот момент, что это в принципе топ-актив. Теперь подытожим по биткоину. В данный момент мы находимся у поддержки, причем у хорошей поддержки. Думаю, стоит ожидать отскок. Отскок я ожидаю где-то в уровень 11700, 11900, плюс-минус. Если опять упрямимся в уровень 1450, там 11600, просто я думаю повторится то же самое. Будет еще там набор ликвидности до уровня 11100, но все равно вот ожидаю выхода за 11700. Соответственно, более среднесрочно я все-таки рассматриваю выход за 12. И более долгосрочно уже здесь готов озвучить свои соображения. 9 накоплений, 10 накоплений, 11 накоплений, все выкупается. Думаю, мы в этом году еще можем увидеть с вами новые хаи. По крайней мере, я считаю, что при данной логике суждение абсолютно оправданное. Здесь надо еще отталкиваться от того, что теханализ сейчас... Вот почему на самом деле очень многие попадают в просаг, ну вот даже взять там мои прогнозы, там 5-10 прогнозов последних, очень много всего правильного. Потому что многие отталкиваются исключительно от теханализа. Сейчас от него сложно отталкиваться. Объясню почему. Потому что очень низкие объемы, очень слабый покупатель, очень слабый реальный покупатель, очень слабый реальный покупатель, очень слабый реальный продавец. Люди действительно в ожидании либо там каких-то экстремальных уровней типа 6 тысяч долларов, либо там уже на пробой 14 тысяч долларов. И то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это какие-то импульсные движения, манипуляционные. И просто отсутствие объема. Опять импульсное движение и просто отсутствие объема. Поэтому сейчас тех анализ, друзья, стоит отложить немножко на второй план. Ну, это мое соображение, мое мнение. Сейчас стоит отталкиваться от того, где реально набираются позиции, что выгодно крупному игроку, который хочет всех поиметь и загнать. И какие объективные уровни цен маркетмейкер должен поддерживать на рынке для того, чтобы не создать лишней паники и себе же не навредить. Я думаю, вот это сейчас самые важные моменты, которые стоит рассматривать. Ну и, разумеется, фундаментал. Количество проектов, которые сейчас делаются, ну и тому подобное. То есть, действительно, сейчас на биткоин есть смысл смотреть довольно позитивно. Те, кто ждет там 6, 7, 8 тысяч, эта коррекция, она будет справедливая. Но она навряд ли будет, во-первых, с текущих уровней, потому что вы должны учитывать тот момент, что мы, в принципе, уже получили довольно неплохую коррекцию. То есть, когда у нас был первый рост, у нас с вами была коррекция в районе 32%, что уже является довольно адекватной коррекцией. Плюс консолидация, там и создание канала 9 тысяч, там 13 500. И все время у нас вот ситуация довольно бычая. Да, там хаи понижаются, но при этом у нас все предпосылки, все сетапы на то, что это тоже, эта трендовая линия, она тоже будет преломляться. Поэтому тут я, конечно, считаю, что надо включать логику и держать нервы в кулаке. Рассмотрим, всегда надо отталкиваться от худшего. Рассмотрим вариант с топ-набором ликвидности. Неспроста поставили мы ограничение 10 900, несмотря на то, что у нас была даже цена 11 700. Все равно с цены 11 700, вот по сделке там от 9 200, 9 400, все равно держали ограничение 10 900. Потому что, ну, поддержка 11 100. Нет смысла передвигать вот эту сейчас поддержку. Да, 10 900 ломается, вероятность на 10 100, а уже 10 100, там, на доп-набор в уровень 9, там, опять же, 209 400 уйти, она большая. Поэтому, собственно говоря, стоит такое ограничение. Но сейчас не выглядит рынок таким образом, что будет у нас какой-то дополнительный набор ликвидности. По крайней мере, соображения мои такие. Друзья, также напоминаю то, что на ютубе, там, вот, последний выпуск у меня был 5 дней назад. Да, он справедливый, он актуальный. Кто не смотрел его, обязательно посмотрите. Но все же, есть закрыта у меня группа, в которой я ежедневно описываю ситуацию по рынку. Ежедневно отвечаю на вопросы участников. Ну, и, в общем, веду ее, стараюсь вести по красоте. Если был полезен, ну, либо если заставил хотя бы задуматься, жмякайте лайк. Подписывайтесь, обязательно нажимайте на этот сраный колокольчик, потому что ютуб вообще обалдел. Рекомендует там видео через 3-4 дня после выпуска, когда это уже, ну, нафиг не нужно. Также не стесняйтесь, пишите свои мысли в комментариях, стараюсь там по максимуму отвечать. До следующего выпуска, друзья, работаем. Субтитры сделал DimaTorzok